Сегодня ближе к вечеру мы вновь побывали около городской котельной. И вы знаете, ничего не изменилось. По-прежнему две машины Киев-Облгаза дежурят около нашей котельной, а утром даже была пересменка. Ситуация складывается наступным чином. Вчера была, после закрытой части нарады заседания кабинета министров, отбылась нарада областной держадминистрации перед голованием губернатора, на которой был присутствующий наш город, помещение Юрий Кириллович. Там принималось вопрос, чтобы рассмотреть возможность выделить механизм и термин выделения из резервного фонда, финансирование для Славутича, и направить свернение для того, чтобы Минфин подготовил окремое доручение по Славутичу для финансирования пильг и субсидий за сечень месяц, для решения ситуации, что произошло. Ну, сейчас, как вы сказали, мы видим, что машины Киев-Облгаза стоят. Сегодня утром у них отбылась червовая смена. Да, уехали машины из Броварев, из Макарова, приехали из Вишгорода. Ну, тут уже, я так понимаю, где кто кого перестоїть и кто кого переборит. Мы видим, что активных действий с их стороны нет. Но у нас створено, как вы знаете, оперативный штаб. Визначено червование. Небайдужие жители приходят, червуют. Представники депутатского корпуса, муськвиконкому. Розписаны целодобно. Сегодня на червование. До речи, с 21-го заступает муський голова до нуля годин. И уже черва выстроилась за божающих разом с ним. Простите, червование. Ну, то уже, как моё понимание, то уже иди такой психологический тиск. Да. И саме кто кого перестает. А водители и сотрудники облгаза от прямых ответов на вопросы уходят. То есть, вот ваша задача – приехать сюда и стоять просто, да? Вот так, да. Я понимаю, я понимаю. Ну, просто, ну, как бы странно, машины меняются. Я так понимаю, что каждые 8 часов приезжает новая смена. Затраты на бензин, ну, логики как бы нету вообще. Мы, главное, ничего не можем ответить, потому что мы такие простые люди. Я разумею. Я, как бы, и даже на вас не доволю, поэтому. Сказали приехать, постоять. И постоять. Приехать и постоять, да? Да, мы постояли и поехали. В общем, создается такое впечатление, что кто кого переждет. По нашим средням, противостояние продлится как минимум до 4 февраля.